Давайте еще несколько таких важных моментов о мозге и закончим. Значит, есть такие интересные отделы мозга, которые владеют и занимаются лимбической системой организма. Это поведенческие реакции. То есть, например, хлопаю я с кулаком по столу, или я выпрыгну в окно, или я буду говорить «Здравствуйте, мой милый и дорогой человек». То есть, реакции моего поведения, как я себя поведу, как я буду себя вести в определенности, испугаюсь, побегу, захочу есть, буду спать. Ну, в общем, все поведенческие реакции, какие только можно себе представить, они именно зависят от гипоталамуса. Вот целенаправленность учеба, стремление там жениться, создать семью, зависит от степени развития гипоталамуса. Если гипоталамус гистрофирован, то есть, если он недоразвит, человек никогда ничего не достигает в жизни. То есть, у него нет стремления к каким-то достижениям, у него нет ничего, он становится аморфным, бесполезным, беспомощным и очень слабым существом. А вот именно гипоталамус влияет на выработку гормонов, которые заведуют постоянством внутренней среды человека. То есть, человек постоянно к чему-то стремится. Встает утром, делает зарядку, там бипробежка, учится, пишет стихи, не знаю, идет на работу. Методично, методично каждый день этим занимается. Кстати, вот, например, гипоталамус, у мужчины больше гораздо, чем у женщины. То есть, потенциал воли больше. Да, целеустремленность мужская, она гораздо больше, чем женская. У женщины другая задача. У нее задача оберегать, сохранить, а мужчина нужно достигнуть, стремиться. Мамута догнать. Да, догнать мамута, перепрыгнуть через забор и так далее и тому подобное. И вот это формирует все ваши пристрастия. То есть, ваше понимание, какой вам будет нравиться пища, как вы будете, каким вам нравится общество и так далее и тому подобное. То есть, какие вам нравятся люди и так далее, и так далее, и так далее. И, кстати, различные влияния на гипоталамус и химические вещества, которые могут на него влиять, доказывают это. Потому что можно с помощью различных химических реакций повлиять именно на гипоталамус так, что меняются человеческие пристрастия и желания. Кстати, вот именно пропагандой и ложью идет серьезнейшее воздействие на гипоталамус. Вырабатываются внутренние химические вещества организма. Вот самого мозга, внутренние нейронные, сами процессы мозга вырабатываются такие химические вещества, что гипоталамус, принимая участие в этом всем процессе, создает непререкаемые убеждения. То есть, у человека появляются некие такие вот вещи, которые он считает превыше всего. Вот, например, мы видим, это, кстати, хорошо на исламском мире тоже можно увидеть, вот эти вот скандалы вокруг исламского мира. БНДР-овцы. Да, да, вокруг БНДР-овцы, да. Вот эти крики вокруг Магомета, что можно оскорбить кого-то, можно Бога оскорбить или можно оскорбить Аллаха. Невозможно это оскорбить. Это мы, что мы оскорбляем? Мы оскорбляем гипоталамус тех людей, которые вбили себе в голову вот эти религиозные убеждения. То есть, это закон об оскорблении чувств верующих. А Богу, Бог настолько выше всего этого. Мы с вами, знаете, ну я уже говорил про то, что Солнце и Луну нельзя оскорбить, да навозную кучу нельзя оскорбить. Бог, Он настолько велик и высок, что Он, как написано, Бог поругаем, не бывает. Это тоже православный принцип. Бог поругаем, не бывает. Невозможно оскорбить Бога. Это настоящий православный принцип. Да, это можно оскорбить вот человека, в его вере там сжечь храм, например, там или еще что-нибудь. Бог даже на это не обидится, потому что Он выше всего. Бог есть любовь. Ему важна вечная любящая человеческая душа, а не то, что кто будет стричь бабло с этой деревни. Или кто будет здесь править сегодня, там, какой придет диктатор, новый к власти, или там какой-то, наоборот, мудрый и добродетельный правитель. Бог, Он вне мира пребывает. Он Дух. Он Дух вечный и Дух бессмертный. Ну а также вот гипотономус влияет на основные человеческие желания. Вот эти убеждения, вот, например, там сформированные, они будут приводить к тому, чтобы женщины стояли неделями, чтобы увидеть, как Гитлер из рейхс-канцелярии выезжает на машине. Это казалось им чуть ли не каким-то божественным, а мистическим действием. Вот. Я это почему стараюсь, чтобы не сбиться, просто смотрю. Значит, вот. Да, дальше идет следующим этапом эндокринная система организма. Эндокринная система – это, конечно же, целый такой клубок специальных желез. Их очень много. И то они даже далеко сейчас не исследованы до конца. Но раньше, лет сто назад, мы даже вообще и не представляли, что они вырабатывают различные гормоны и впрыскивают их специально в кровь. То есть, вот от того, что они впрыснут в кровь, зависит ваше настроение, развитие вашего организма, самочувствие и так далее, и ваши поведенческие реакции. Испугаетесь вы, например, или не испугаетесь, побежите и не побежите. Вот здесь только есть, как бы, как правильнее сказать, вот организм состоит из множества разрозненных клеток и молекул. Есть, например, там печень, почки, легкие, они все разные совершенно. Но чтобы вот в гармонию привести, вот слово «гармон» как раз, знаете, «гармония», слово «гармоны» и «гармония», тут хоть это и не совсем правильно, но на самом деле это смысл такой. Гормоны приводят вот эту всю сложную, разрозненную, различную систему человеческого организма в слаженное, порядочное действие. Если начинаются гормональные нарушения, как произносится? Нарушение обмена веществ в организме. И это тоже зависит, от этого зависят депрессии, от этого зависят всякие разные человеческие процессы, происходящие в организме человека. Вот, например, гормоны определяют все процессы жизнедеятельности человека, какие бы только они ни были. Значит, пищеварение, дыхание, сон, бодрствование – все зависит именно от этого состояния химических веществ. Если мы какое-то убираем вещество, вы не сможете спать. Если какое-то добавляется лишнее, не можете есть и так далее и тому подобное. То есть это можно с помощью биохимических различных реакций менять или как-то корректировать. Как-то корректировать. Более того, значит, вот для такого краткого курса перечислю. Значит, здесь входит гипоталамус, гипофиз, шишковидная железа, ипофиз, и также еще поджелудочная железа с ее островковыми аппаратами, вилочковая железа. Потом также разные половые всякие железы, которые тоже формируют поведение и сознание человека. И вот именно от обмена веществ, от правильного обмена веществ, от нормального обмена веществ зависит будет и ваше здоровье, и ваше сознание. Если на это оказывать серьезное влияние, то человек уходит в шизофрению, то есть можно полностью разрушить мозг. То есть если полностью разрушить вот этот гормональный баланс в человеке, нарушается работа головного мозга, нарушается личность человека. Она разрушается и приходит в недееспособное состояние. Это я к тому, насколько зависит личность и сознание человека от биохимии. Это не раздельные вещи. Не значит ли это, что психические отклонения от того, что человек что-то не то съел? Ну, может быть, я думаю, да. Можно травить себя чем-то таким. Вот как, например, раньше... Помните, я говорю, что... Да, да. В древности раньше, вы правы, вы сделали серьезное, раньше, вот, например, были жители Рима, да, у них были свинцовые водопроводы, и они постоянно получали огромные дозы свинца с этой водой. И это приводило к таким заболеваниям и разрушениям организма, и в особенности мозга самого, что это шизофрения, психические расстройства, галлюцинации и так далее, и тому подобное. Да. Вот видите, вы правы, то есть можно что-то жрать такое или попадать в какое-то химическое вещество, которое человек просто... Недавний пример, я вам рассказал, что я был у шамана Алтайского. Ну, то же самое, говорит, у нас, извините, на Алтае столько ртути. Сколько нигде нету. И, говорит, эти шаманы, производя золото, там, выпаривая из ртути золото, получали эти глюки, и поэтому там столько много шаманов и бегают по горам Алтая. Ну, как бы, это вот, я говорил... Правильно, а прямо биохимическая реакция. Биохимическая реакция. Уже в шаманизме. Посмотрите на его переговоры. В шамане. Значит, ещё есть интересный отдел мозга, такой таламус. Он отвечает за первоиспределение информации, которую вы получаете. Влияние на него с помощью пропаганды и прочее всё остальное делает хитрый механизм. Вы на что-то обращаете внимание, а на что-то нет. То есть, вот, например, когда выходит Мулай и кричит там священный джихад, то там тысячи иранцев кричат «Смерть! Смерть! 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 Смерть!» А если выйдет какой-нибудь христианский поп и скажет «Любите друг друга», его побьют камнями. Почему же такая различная реакция? А потому что у людей с помощью вот этого самого таламуса за годы обучения и промывания мозгов сформировались с помощью гипоталамуса определенные методы поведения, методика поведения. И когда поступает уже не как человек, а как истинное животное. То есть, бык видит красную тряпку, там раз... ну, не тряпку, а что-то трепыхающееся и кидится на неё. Если выходит Мулла, то это служитель Аллаха. А если христианский поп, это сатана. Надо убить его. Если Иран, то это чудесно. Если Соединённые Штаты Америки, то это очень плохо. Если на самом деле перед Богом нет такого. Для Бога все равны. У него нет ни Эллина, ни Иудея. И нет разницы так, или эдак, сяк, или как будет. Он любит всех людей. Он любит всех людей. Он ждёт от каждого человека добра. Ждёт от каждого человека добра. Вот так вот таламус как раз и формирует упрямство. И благодаря чему? Он фильтрует информацию и показывает вам только то, что вам выгодно. То есть вы его знаете, вот как анекдот. Говоришь человеку, говоришь, говоришь, он уже засыпает. И вдруг говоришь ему, а на этом вы заработаете 2 миллиона долларов. Он раз, и сразу просыпается. Ему становится интересно. Агназа выпучивается. Он приобретает. Ему интересно становится. Надо дружить со своим таламусом. Который формирует, вот фильтрует информацию. Вот как говорим, допустим, немцам было про Гитлера интересно слушать. Там буддистам про Далай-ламу и так далее и тому подобное. То есть получается, что есть определённые отделы мозга, которые фильтруют информацию. И вы её воспринимаете не так, как она есть объективно. А очень субъективно. Так, как вам выгодно. Как вам хочется. Это вывод такой. Если я убил соседа и ограбил его, и увёл в свой гарем его жену, это прекрасно. Это моя свобода и демократия. А если сосед убил меня, и ограбил, и увёл мою жену в свой гарем, то это нарушение прав человека. Сразу. Хотя, по-моему, одно и то же совершенно действие. Но такие разные подходы. Это, как следователь пишет, возбудить уголовное дело или не возбуждать его. В зависимости от того, чьим интересом это выгодно. Редко очень бывает, когда по справедливости. Когда это действует по справедливости. Но это вообще интересно. Такое менделевидное тело, амегдала, она часть лимбической системы. Она такая, знаете, ну как орех такой. Вот форма такая интересная, ну как круглая такая форма. Оно мотивирует человека к определенным действиям. Это область мозга, которая заставляет человека, как Ломоносов. Помните, встал и пошёл. Ему хотелось в науке, да? И он оставил всё. Он там был, где он только не был. Оставил всё. Там обозом, с рыбой он пошёл. Учиться хотел. Да, учиться хотел. Или, например, вот создать семью. У человека бывает, вот я сколько раз помню, там, допустим, начинается вот там определенное тоже такое созревание гормональное. И там 20 лет человек хочет жениться. Бесполезно ему говорить что-то. Спорить с ним. У него есть очень сильный стимул, импульс к этому движению. И бороться с его мозгом совершенно бесполезно. Кстати, она очень сильно эмоций много вызывает. Если кто-то тебе препятствует, то вот эта область мозга, она такую бурную активность вызывает, что ты будешь кричать, биться лбом об стену, проклинать сам воно, кричать там христопродавцы и так далее. Это, кстати, всякий сахарный диабет и прочее. Оно очень влияет на всплески эмоций. Эмоций, чувства. То есть чувства и эмоции человека могут выплёскиваться не из-за его сугубой рьяной веры какой-то дикой. И там, что я вот так вот прям там верую в Иисуса Христа. Как помните Каиафа, когда ему сказал Христос, ты ли Сын Божий, ты ли там Сын Благословенного, ты речи. И он разорвал на себе священческий огонь и начал кричать, вы слышали хулу его там, что достоин? Достоин смерти. Это вот именно вот этот отдел мозга, он заведует чувствами человеческими, реакциями человека. То есть можно спокойно сказать, ну да-да, приходи, мы послушаем тебя на следующей неделе. А можно взять камень и стукнуть по бочке, сказать, ах ты там браха-лаха и прочее, прочее. Кстати, есть такие моменты. Христос наехал не на Бога, а на НКР. Конечно. Да даже не то, что это не наезд, это просто констатация факта. Он же даже говорит там, помните, Христос, если я сказал злое, то свидетельство я зли, а если нет, что ты меня бьешь? Потому что он не такое поведение, не так он отнесся к архиерею, не так он ему сказал что-то. Это уже давно так стало. У нас это даже больше приобрело более жуткие формы, чем у Анны и Каиафы. Анна и Каиафы по сравнению с нынешними властителями вот этих вот древних духовных заблуждений, религиозных менеджеров. Да, религиозных менеджеров, они были младенцами. Нынешние гораздо более круче и кровавее. Ну а это уже функция слуховой системы. Это часть мозга, которая здесь изображена, она занята тем, что воспринимает колебания внешней среды. Воздух, вода, там где человек может существовать. И передаёт действие звуковых волн сознания, передаёт сознание человека. Кстати, многочасовое влияние на вот эту зону вводит человека в экстаз. Например, какой-нибудь барабан. Человек начинает входить в транс. Уходит в какую-то определённую такую религиозную экзальтацию. Точно так же, если, вот помните, Фидель Кастро, например, по 10-20 часов мог толкать бесконечные речи. А Ленин написал 50 томов, там 52 тома разных трудов. Гитлер, когда читал там свои, кричал свои доклады, то падали люди, падали в опороки. То есть, вот опять же, к тому, что определённые внешние воздействия на мозг могут приводить человека в такие экзальтированные состояния, которые он может воспринимать как божественное явление. То есть, некое божественное влияние на самом деле так. На самом деле, это просто-напросто промывание мозгов. Ну, если промыть желудок, можно сделать клизму, а промывать мозги вот сложнее. Вот только такими методами можно это делать. Но вот эти зоны брока и, я даже не знаю, как точно правильно произнести, верники, они, эти зоны влияют за речь, нашу возможность, нашу разговаривать. То есть, влияние на то, как мы произносим слова, как мы умеем сформировать фразу, как мы можем достигать такого общения с помощью речи, с помощью речевого аппарата. Это, знаете, иногда бывает часто, когда человек хочет что-то сказать и не может выразить свою мысль. Это недостаточное в своё время упражнение в школе вот этих зон, и они не могут сейчас давать человеку возрасте, когда уже человек в возрасте, не умеют дать ему импульс, правильно связать предложение. То есть, выразить свою мысль, выразить свою идею. Нарушения, они вообще приводят к тому, что человек заикается, не может произносить фразы и, ну, замкнутость. То есть, определённые приводят к замкнутости человека. Это, опять же, видите, имеет не духовную природу, что там бесы порабощают человека, а приводит просто к нарушениям, определённым органическим поражениям мозга. Ну, а это уже самое главное. Это внешняя самая большая кора головного мозга. Именно в ней формируется интеллект человека. Именно в ней формируется личность. Личность, как человек себя представляет, как он себя позиционирует с другими людьми, как он себя позиционирует в обществе, как он себя позиционирует различным идеям, патриотическим, религиозным, научным и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот этот огромный мир вот этого серого вещества, которое само под влиянием гормонов и прочего всего формирует личность человека, формирует его на стыке добра и зла, формирует его на стыке тьмы и света, то есть между опытом, между добрым опытом и злым опытом, между хорошим и плохим формирует человека такой, какой он есть, с его характером, с его поведением, с его какими-то определенными, даже, знаете, походка, например, или голос, как человек поет, или как он ест двумя руками или вилкой, то есть формирует человека с его привычками, с поведением, характером, какие у него есть, вот туда есть, например, причмокивает, кто-то там, не знаю, любит в носу ковыряться, кто-то еще чего-то, вот это все формируется вот этой внешней, этой основной корой головного мозга, личность, именно личность человека здесь и формируется, но она зависит от огромного, ну, от воспитания, от родителей, от людей, с которыми человек общался, в общем, как правильнее сказать, вот весь путь от реакции до действия, то есть вот что-то вы получили внешний раздражитель, там, не знаю, свет вспыхнул, что вы дальше сделаете, закройте глаза, уйдете в другую комнату, или еще что-то будет, вот от реакции до действия, весь путь вот этой личности человеческой, именно зависит от коры головного мозга, вот вы, допустим, услышали там пропаганду какую-то и пойдете ли вы убивать другого человека, потому что вам крикнули там «Аллах Акбар» или не пойдете, то есть будет какая-то преграда и вы подумаете, что это неправильно и на самом деле пойдете пить кофе, это именно вот эта личность, здесь именно сформировавшаяся ваша личность, именно кори головного мозга. Колоссальное поле деятельности для различных махинаторов человеческими душами. Да, вот МММ, для МММ хорошо вообще обманывать человека денежно, религиозно, идеологически, любым вариантами. Вот это вот как раз именно взаимодействие с корой головного мозга. Ладно бы только МММ, а определенные специалисты занимаются… Конечно, конечно. Я вам больше скажу, средства массовой информации позволили формировать кору головного мозга сразу у миллионов людей. Если раньше ты мог заняться формированием коры головного мозга у там 10-20 человек, собрать толпу и что-то проповедовать, да, как Савонароло во Флоренции, например, что-то говорят люди, да, там, отдайте все, дети божьи и так далее. То теперь это можно сразу формировать полмира, то есть, вот, например, США там… Или Минин выходит на площадь и говорит, ну, ребята, или скиньтесь деньгами, или жен детей ваших в ямы тут же… Пожарский, или который он пошел к пожарскому и убедил его, что он тут должен возглавить… Вот, кстати, вот еще дальше вот поговорили о слухе, о каких-то обонятельных реакциях человека. Ну, вот еще зрительная кора – это большая часть вот именно где входит глазной нерв головного мозга, которая, ну, вот для примера приведу вам разницу между мужчиной и женщиной. У мужчины этой зоны огромный просто по сравнению с женскими. Женские маленькие, в два раза меньше, потому что для женщины не важно зрение. Мужчина любит глазами. Мужчина, для него важно, побежал, куда побежал мамонт, в каком направлении, где куда прыгать, чего кидать в него, в этого мамонта и так далее и тому подобное. А у женщин, наоборот, у женщин развиты более слуховые зоны. Там, где она может… Это мы все слышали. Да, это правда, и это реально сейчас вот доказано, потому что именно мужские половые гормоны стимулируют рост вот этих зон мозга. А женские половые гормоны стимулируют рост ушных зон мозга, которые являются… Это вот недавнее, последнее исследование. Если колоть гормоны мужские даже в большом возрасте, колоть мужские гормоны, то постоянно растет область мозга, которая связана со зрительным нервом. А если колоть женские гормоны, то, наоборот, эта область угнетается, зато область, заведующая звуковыми вибрациями всеми, увеличивается в размерах. Это все зависит именно от гормона. Его влияние оказывает… Не дай бог такие коктейли. Да, когда нарушается, то происходит вообще очень серьезные-серьезные нарушения. Видим парады ЛГБТ-сообщества. Ну да, да. Вот это как раз вопрос о нарушениях разных. Значит, ну и в конце концов, некоторые различия между… Вот центральная часть мозга, разделяющая между полушариями, его называют так называемое мозолистое тело, тонкая такая ленточка, через которую постоянно осуществляется обмен информацией между полушариями мозга. Как часто говорят, да, мужчины думают одним полушариям мозга, женщины – другим. Вот между ними, между этими полушариями, вот это именно мозолистое тело обменивается электрическими реакциями. И что происходит? Мужчины быстрее воспринимают информацию. То есть копье просто… Стрела пролетела там или копье пролетело. Пока женщина ополнится, мужчина уже 10 раз успеет увернуться, либо назад успеет бросить это копье. Поэтому мужчина гораздо быстрее реагирует и легче воспринимает информационный поток. То есть если вот идет какой-то там… Вот в армии почему женщины не служат? Ну, им гораздо сложнее служить в армии. Потому что мужчина легко воспринимает команды. Это как для него естественное восприятие. А женщина, пока она въедет в эту команду, в информацию, то уже дом сгорит. То есть пока мозг ее даст ответную реакцию, уже потеряно время. Кроме того, из-за этого мужчины гораздо быстрее раздражаются. То есть вот драка там или еще что-нибудь. Именно из-за того, что информация между полушариями мозга происходит очень быстро. И еще это приводит к тому, что мужчины часто готовы действовать заодно. То есть вместе толпа собралась, и там, не знаю, пошли мамонта убивать. Женщины никогда не собираются толпами, чтобы идти убивать мамонта. У них совершенно другая реакция. Но зато женщина запомнит все в деталях. Она запомнит, под каким деревом она нашла гриб. Мужчина не найдет, а женщина помнит, под каким местом, где она проходила, где растут какие густы. Проблема мужчин, под каким стулом он оставил носки. Да, под каким остальным… Женщины всегда скажут. Да, и еще, женщины в результате вот того, что у них более замедленная реакция, у них всегда очень более правильные выводы. То есть сделать, подвести, вот как мы сейчас с вами должны закончить нашу беседу, и подвести как бы такой ее итог. Так вот, женский мозг, он гораздо более мягче в этом смысле. И если мужчина может быстро сделать, то женский мозг сделает все обдуманнее, вернее, и подведет такое резюме очень практично, с практичной точки зрения. Спокойный такой вывод сделает, вывод хорошо-хорошо обработав полученную информацию. Если для мужчины важна скорость, то для женщины важно более качество в этом отношении. Ну, вот так вот. Поэтому, как бы, беседуя, заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, я хотел бы сказать о том, что влияние биохимических реакций на сознание, на добро и зло, на греховность человеческую, модели поведения, взаимоотношения полов, общество, государство, вот именно это должно сейчас стать предметом изучения, для того, чтобы мы понимали эти механизмы не из-за болтунов, которые нам кричат, что это Аллаху угодно, или что так заповедовал нам Иисус Христос, а мы могли рассуждать в этом плане, в этих действиях и видеть, отделять зерна от плевел, отделять пшеницу от плевел, видеть разницу между заблуждениями и видеть разницу между знаниями, видеть разницу между объективной ситуацией и надуманной в чьих-то интересах. Поэтому я считаю, что это, ну как бы, правильный путь просвещения. Пусть хотя бы это будет для тех, кому это интересно и доступно, но это очень верный путь, а не путь мракобесия и каких-то недомолвок бесконечных сказок. Ну и, подводя итог, может быть, разрешите мне, я как такой, все-таки, координатор Новосибирского отделения изборского, один из координаторов Новосибирского отделения изборского клуба, пожелал бы нашим ученым с помощью вас и других умных людей изобрести сыворотку государственного патриотизма. Ну да, чтобы, вы знаете, это верная тоже мысль, но я думаю, что она уже есть внутри человека. Просто правильно надо уметь обратиться к человеческой душе. Причем есть как бы два варианта. Либо зомбировать человека, как вот террористы-смертники, они же тоже ради там Отечества, только Небесного Отечества идут. Но можно просто человеку показать, что это его волчата, что это его ручьи и что это его олени. Или иначе, если этого не будет, он защищает свою землю, свои норы, то его волчат передушат, другие волки придут и воду будут пить из его ручья и задурят его олени. Вот это, мне кажется, когда это осознано и понято человеком, тогда человек становится способен подвиги совершать. То есть, вы знаете, вот он обдуманно может такие действия совершить, что защитить свои интересы, а не просто взять бомбу, пойти в еврейский магазин и взорвать 20 старух, которые там пошли колбасу покупать. Согласен, у нас еще есть такая огромная сложность в нашей огромной России, что у нас есть берлоги с медведями, есть норы с волчатами, есть олени с бубнами и так далее. И все вот это многообразие надо как-то удержать в едином. Нас держит в едином, в едином нас все это держит, только язык наш. Это вот именно, я показывал. И шамана об этом говорят. Да, это вот области общения мозга, там мы говорили с вами вербальное общение, звук и общие мысли. И я не смотрел эту последнюю передачу, обязательно посмотрю, но вот язык объединяет нас. И на тех пор, пока будет везде русский язык, мы будем чувствовать себя единым народом. И если мамонты будут приходить со стороны и пытаться топтать там медведей или волков, или еще что-нибудь, мы всегда будем против них консолидироваться. Кроме того, русский народ, он настолько исторически доказал свою способность вот к этой консолидации в сложные какие-то периоды, что я еще раз, еще раз повторюсь, это именно внутренний вот этот здоровый гормональный обмен. Когда человек воспринимает, четко видит реакция мозга, что твоя кровь будет истреблена. Хвала Всевышнему, что он дал нам такую здоровую территорию. Да, 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 это тоже верно. Консолидация общества наступает именно больше всего тогда, когда пробуждается внутренний, глубинный механизм осознания опасности своему потомству, своей крови, своему роду. Вот, и если это уметь объяснить не религиозными идеями, царством небесным там или еще чем-то, а уметь объяснить просто человеку и доступно, понятно ему объяснить, не призывая какой-нибудь ложь и сказки, я думаю, это еще больше будет эффект иметь. Ну, в том числе и царством небесным. Да, по крайней мере для тех, кто умеет это воспринимать. Ну, я не говорю, есть, конечно, безграмотная такая масса, которая не поймет, но тем более примитивные. Надо делать грамотную массу. Наука и образование все-таки должны идти впереди религиозных различных замашек. Абсолютно верно. То есть, нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше становилось умных людей, думающих людей. Именно благодаря знаниям, не просто религиозным заблуждениям, а именно в связи с наукой и знаниями. Спасибо большое. Спасибо за интересную беседу. Всех тоже благодарю. Здоровья всем и милости Божьей. Во все. Спасибо всем, кто имел терпение нас дослушать.